Эфир загремел. Закончил я настройку, точнее не настройку, постройку Диполя. Забросил его вот за окном. Тут у меня заходит провод, коаксиал кабель снижения. Там на самом деле еще не совсем правильно. Надо точно место подогнать, место подвеса центральной точки, место подвеса согласующего устройства. И соответственно четко выбрать высоту и четко кабель проложить, чтобы ничего лишнего не было. Витки на высоких частотах это уже да. Уже имеет значение. Привет аудиофилам, у которых эта херня на самом деле не сработает. Индуктивность имеет значение только на таких высотах и частотах. Я имею ввиду индуктивность каких-то там витков кабеля сигнального. Эфир загромыхал. Сравним. Сравним, насколько он загромыхал. Для сравнения. Вот как оно было до того, как я подключил провод к СДР-приемнику. А вот как зазвучал эфир после того, как я подключил Диполь. Разница громадная. Выделение станции получилось просто каким-то сумасшедшим. Я вот сейчас наблюдаю на мониторе. Это просто бомба. Давайте еще вещалку какую-нибудь найдем. Ну, на низких частотах должно вещалка проходить. Сейчас какая-нибудь хорошая вещалочка стоит. Несущая какая-то мерзотная. Так вот ее отфильтруем. Классику передают. Наверное, Китай. Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня 24 ноября. Патолическая церковь в степане святого Андрея Дунглака, священника, а также его сподвижников, мучеников. Андрей Дунглак был обезглавлен за веру в 1839 году. Он возглавляет список вьетнамских мучеников. Андрей Дунглак канонизирован папой Иоанном Павлом II в 1988 году вместе с 116 другими мучениками Вьетнама в этом большом числе святых. Ни хрена себе. Ватикан. Посмотрим, что тут у нас творится на 40-ке. Прохождения практически нет, но кто-то что-то блякает. Кто-то что-то блякает. Ну-ка, ну-ка. Английская речь. Ну-ка, ну-ка. Не успеваю разобрать. Вот сигнал помощнее. Япония? Неважно, расшифровку я приложу. На, на, восьмидесятки. Все просто шикарно. Почти попал в резонанс. КАКАЙК КАРПОГАРСКИЙ ПРИЁМ Приглашает 80 метров Роман Николай, 6 сапля киловатт, Урал, Сибирь, РН6ЦК, ПРИЁМ А, кто-то он зовет. Есть еще мощный сигнал. Луна, на приеме. Прям очень мощный. Кто-то очень близко. Вот если смотреть на спектр, прям... Ульяна, радио 2, Ольга, Павел, правильно, Павел? Вот анальник поставили. Пожалуйста, еще раз дайте, пожалуйста, Ульяна, радио 2, это самое... Префикс я услышал. Суффикс назовите на приеме. Очень много станций проходят, все друг на дружку лезут. Да, Елена, радио 2, Ольга, Павел, принимаю вас, добрый вечер, спасибо вам большое. Принимаю вашу станцию, 5-2, 5-1, 5-2, город мой Кировск, Алексей, на приеме. Куркин, доброй ночи, я радио 6, Дима, Люба, Костя, Вершиль, Дилка, 5-1, Плюнь, Сергей, Ерюша, Полтавская, Вершиль, Дилка, приемте. Спасибо, вопросов не будет, 73, все, здорово, Владимир. Давай, что-то, скажу. Спасибо, 7. Спасибо, 3, Николай, Федор, за просмотр. Валер, на радио, здесь Николай, Федор, за просмотр. Валер, добрый вечер, 109, Крепков, Владимир Кожакин, на приеме. Да, Владимир, добрый вечер, обидим, пресс-15. Все, что-то приеме. Обидим, пресс-15, вверх, Кирилл, на герина, Анна, на прием. Чушь, чушь, пах, 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 пах. Ну вот. А ну давай, успехи пах. Крепкин, на приеме. Ульяна Игрик-2 Иван Фёдор... диапазоне 80, Ульяна Игрик двойка, Иван Фёдор, приём. Ульяна Игрик-2 Иван Фёдор, диапазоне 80, ульяна Игрик-2 Иван Фёдор, приём. Это Валерий Винников Сейчас посмотрим, где он географически Украина, Макеевка Возле Донецка От меня получается Сейчас так на глаз прикинем Ну вот смотрите, строго на юг от Тулы Расстояние, хрен знает, линейки нет Ну прилично, я вот так смотрю, до Ростова там где-то тысяча Где-то так Не, не тысяча, поменьше Но слышно отлично Спасибо, Игорь, вопросов нету Здоровья пока Диполь почти горизонтально висит, почти Там наклон минимальный, наверное, градусов 15 На запад-юго-запад Ну, запад у меня там получается, а восток там То есть, понимаете, да, восточная часть над западной Возвышается где-то на 10-15 градусов Там чуть-чуть вот так вот разбег есть Вот А, ну как чуть-чуть Я подвесил нижнюю часть Вот нижнее плечо На уровне вот где-то головы А подвес верхнего плеча заброшен на дерево Ну там метров, наверное, 7-8 максимум И туда вот так сдвинут Подтянут гиполь То есть, можно его еще вот так вот шевелить как-то Вот, ну, конечно, мечта идиота Забросить его вообще на самую вершину Верхушку дерева Но пока вот как-то так имеем Имеем то, что имеем Было очень тяжело, знаете ли Бросать Из арбалета пробовал стрелять Перепугал соседей Мужик такой Пуф Аж подпрыгивал Я сам не ожидал, что там кто-то идет На самом деле, надо быть осторожным Ну, 43 килограмма Это действительно игрушка Потому что я веревку болтом не мог перекинуть Собственно, через ветку Получается Ну вот, понимаете, да Какое усилие у арбалета Я не смог перекинуть болтом Но выстрелив этой же веревкой Через ветку На которую я просто с плеча закинул Вот на самом деле Какое усилие у этого арбалета Ну и получается, что Азимут Как это Азимут? В общем, максимум излучения Ну, диаграмма направленности Дипуля Это Ну, обычно как-то вот вертикально Или горизонтально рисуют Вообще У него диаграмма направленности Такой тор Вот так идет Два плеча Дипуля Ну, вот так сейчас Как подвешено у меня за окном Вот так И, соответственно, диаграмма направленности Она вот такая Максимум Располагается вот так С Чуть-чуть наклоненным от зенита В сторону запада Получается максимум излучения То есть я вообще-то ожидаю Какие-то местные связи Вот в западном направлении В восточном направлении Практически ничего не будет Даже в восточном, северо-восточном направлении Связи никаких провести будет практически невозможно Жаль Потому что было бы прикольно Направиться куда-нибудь на Якутию Поорать про вот это вот Ну, не важно Зато вот юга Очень хорошо слышно стало Да, вот Там какой-то шестой район Пока еще не очень ориентируюсь Но вот Краснодар прекрасно слышно Охрененно Охрененно Вот как-то так Вот так работает антенна Ну, а настраивать будем Уже непосредственно на передачу Когда я Получу прибор Если прибор не получу Я Я все-таки заморочусь Я сделаю КСВ показометр Вот есть у меня волнометр Волна Индикатор волны Как это? Индикатор электромагнитного излучения Вот На двух диодах Высокочастотных Я переделаю его Нахрен В КСВ показометр Он будет Сделан Вот так же Все практически Навесом Ну А что делать? На таможне застрял Мой векторный анализатор Мать его Обидно СДР свисточек Вот такой вот На который сейчас И ввелся прием Стоит 3 копейки Зато Открывает вам Ну Скажем так Глаза на радиоэфир Потому что Ну вот здесь Я не знаю Хорошо это будет А вот видно Это то с чего Начался мой путь В эфир То есть Хороший В принципе Приемничек У него очень много шумов Он принимает Но принимает все На хорошую антенну Он принимает все Кстати да Кстати да Давайте проверим А как он сейчас Теперь принимает На самом деле До этого Значит Вы видели Как шел прием На диполь Настроенный На FM диапазон Подвешенный выше Чем сам Чем вот этот сейчас Веревочный диполь Мне интересно Насколько качественно Сейчас должен приниматься Эфир ОКВ радиостанций На Эту Антенну Хорошим индикатором Приема Будет знаете У меня где-то На 72 МГц Внезапно Советский УКВ диапазон Неплохо Неплохо Но с шумами Принималось Радио Орфея Оно у меня даже Отмечено Да ну 71 920 Почему-то 928 Не знаю почему Давайте послушаем Прекрасно Принимается По-моему Вообще Шумов нет Пройдемся По FM диапазону Радио России Нет Ну это всем известный факт Так что я тут не выдал Какой-то секрет Ну смотрите Если по поводу денег То я бы не согласился И я не считаю Что что-то нужно здесь регулировать Значит во-первых У нас есть Так скажем Учреждение Где возможно получить Психологическую помощь Совершенно бесплатно Это государственное учреждение Вратительно Владимир Колокольцев Утвердил изменения В водительских удостоверения Паспорт транспорт На образование Вот здесь Это и есть рынок Значит Чем более активный И чем более Продвинутый психолог И действительно помогает Значит Он должен Что интересно Радио России Кстати По спектру Видно Вообще-то По регламенту Положено Не менее 300 килогерц В вещательном УКВ диапазоне Ну в FM Грубо говоря Диапазоне Должно быть Не менее 300 килогерц Между станциями Не менее А здесь радио России На очень старое Радио Ваня Новомосковское Легло То есть 300 200 Разница 100 килогерц Я не знаю Кто им это разрешил Так сделать Причем Они настолько Бешеные У меня Не У меня Не хватает Полосы пропускания Приемника 240 килогерц То есть В обе стороны Не хватает Полосы пропускания То есть Станция забивает С собой Просто Все Это Свинство Ну вы сами Наверное слышите Да Проходит Пробивается Радио Ваня И вот они Друг на друга Налезают А так И эти Нормально ловятся Неплохо 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 Мне нравится Как антенна работает В диапазоне В диапазоне 80 метров Ну Плюс еще Поднастроиться Чуть-чуть И посмотреть Еще днем В обед Вот Где-то в это время То есть После рассвета И пока солнце Близко к зениту Ну Где-то в обед Можно Попробовать Поймать Что-то Посмотреть На прохождение Как-то так Все-таки Антенна На 20 И на 80 метров С пропуском Диапазона 40 Ну Окей Почему бы и нет Почему бы и нет На этом все С вами был Бутылкус Пока Пока